привет друзья сегодня рассмотрим вопрос как полностью брать всю рекламу у себя на компе или даже на телефоне отмечу что это очень важный вопрос потому что тот факт что вы уберете рекламу с вашего компа это также вещь которая обеспечит вам повышенную уровень безопасности поэтому очень сильно настоятельно рекомендую уменьшит для вас возможности по трекингу вашему увеличит уровень безопасности и просто разгрузит ваш интернет сэкономит трафик и просто вашим глазам будет приятнее и лучше и сбережет вас в большинстве ситуаций значит что я рекомендую что я делаю всегда на новые установленных операционных системах в первую очередь после того как я установил систему сразу же открываете браузер неважно какой у вас браузер firefox chrome еще какой-то в частности ну во всех этих браузерах конечно есть это и расширение в общем расширение называется ли дополнение или extension done плагин как хотите называйте называется она юблок оригинс вы можете загуглить просто или поискать в дагдагол где угодно юблок оригинс там такой коричневый логотип круглый с буквой ю находите его добавляете ваш браузер разрешаете если хотите работу в инкогнито режиме рекомендую это сделать вот и в принципе все вот дополнительно если вы хотите вы можете к юблок оригинсу добавить или убрать фильтры кроме тех что предустановлено предустановлены штатно например фильтры для определенных стран то есть если вы ходите например на русский сайт или норвежский сайт еще на какие-то там можно в настройках добавить дополнительные фильтры для этих стран а также фильтры от комьюнити просто от людей которые работают над тем чтобы найти всякую рекламу и заблочить и добавить в эти фильтры соответственно в эти фильтры можете в пару кликов все установить поэтому это тоже можно сделать далее юблок снимает рекламу со многих сайтов не со всех конечно но с большинства в том числе он убирает рекламу с ютуба если вдруг у вас все равно осталась реклама на ютубе то обратите внимание на то обновленным обновлено обновлена ли у вас система обновлен ли у вас браузер и последняя ли версия расширения если да поспроверьте фильтры потому что по умолчанию реклама на ютубе должна быть также заблокирована почему я рекомендую и блока риджинс они старо старенький всех всем привыкшийся уже адблок для тех кто хоть когда доставил блокировщики рекламы да потому что адблок заключил уже с кучей фирм соглашения о том чтобы все-таки рекламу оставлять то есть просто рекламодатели платят адблоку чтобы добавлять себя в фильтры фильтров скажем тогда то есть в разрешении и на этих сайтах реклама вам все равно показывается это можно убрать и в блоге но это лишние действия и как бы такая политика в целом мне не нравится поэтому я рекомендую вам пользовать именно юблок кроме того юблок жрет меньше оперативной памяти и даже обскал он даже не жрет оперативной памяти на брод вам ее экономит потому что у вас сайт не будет рендерить рекламу вообще и большинстве случаев там минимизируется и трафик вот поэтому естественно если вам нужно для определенного сайта его отключить вы можете это сделать точечно для сайта или глобально на некоторое время пока вам нужно увидеть эту рекламу потом включить его обратно очень удобно по иконке закрепите эту гонку чтобы она всегда была видна у вас браузер и все и у вас как бы под рукой всегда есть включение выключение если вам понадобится также я добавляю dark reader расселение которое делает сайт черными но это не касается обхода как бы рекламы блокировки рекламы вот поэтому тут мы не будем об этом говорить что вы можете сделать еще чтобы вас не было рекламы на самом деле можно сделать много чего можно как бы заморочиться и настроить прозрачный прокси сервер самому себе в своей локальной сети установить на каком-то компе или даже на роутере прозрачный прокси сервер который будет блокировать эту рекламу преимущество здесь том что когда вы настраиваете прозрачный прокси сервер для всей вашей сети вам не нужно никаких настроек до ну или на роутере вам не нужно дополнительно никаких настроек делать на конечных компах но при этом все равно все весь трафик будет идти через этот прокси-сервер. Минус, конечно, в том, что нагрузка на этот прокси-сервер может быть достаточно существенной. Плюс это дополнительно надо настраивать, делать как бы. И плюс, если вам правило нужно, например, отредактировать, какую-то рекламу разрешить, временно или постоянно, то вам нужно лезть куда-то в настройки вашего прокси-сервера. Есть еще способ интересный для телевизоров. Например, он используется и для таких устройств, где, казалось бы, нелегко сделать, на первый взгляд, например, поставить вы не можете расширение во все телевизоры, просто взять и поставить это расширение U-блог, потому что просто его там нет. Следовательно, какой у вас путь? Вы можете поменять DNS. Скажу сразу, это работает не всегда, не во всех случаях. И дело в том, что YouTube очень любит, в частности, YouTube очень любит, очень сильно любит хостить контент рекламный с тех же серверов, что и хостятся, собственно, сами видеоролики. Поэтому, фактически, блокируя рекламный контент, вы блокируете и ваши видеоролики, которые вам нужны, ценные, как бы это хитрость YouTube. И, собственно, для того, чтобы избегать этого момента, вероятно, что создатели DNS-серверов должны делать какой-то, ну не то, что Deep Packet Inspection, но какой-то очень сложной системы фильтрации. В принципе, я видел такие работающие схемы, но дело в том, что очень часто вот эти DNS-сервера, фильтрующие рекламу, они разделяются на два лагеря. Первый лагерь – это бесплатные сервера, которые вы можете найти, которые говорят, да, вот мы как бы занимаемся блокировкой рекламы. И на моем опыте, вот я пробовал на самсунговском телевизоре, ничего это не работает. То есть либо YouTube все равно покажет рекламу, чаще всего так, либо перестает вовсе что-то открывать, пока вы не уберете эту настройку. То есть это не то, что вам нужно. Но я вам скажу, что я встречал работающие все-таки фильтры на основе DNS. Возможно, скорее всего, вопрос в том, какие именно DNS вы используете. Так вот, где я это встречал, это на платных VPN-подписках. То есть, да, вместе с платной VPN-подпиской вам иногда в подарок, так скажем, дают Proxy-подписки. И вам также в подарок иногда Proxy-подпискам дают еще и DNS-подписку на вот такой вот фильтрующий DNS. И там я встречал действительно эту историю работы. То есть как-то они этого добиваются. В нюансы работы этих систем и подсистем я не вникал. Поэтому я вам, честно говоря, не скажу точно, как они этого достигают. И, естественно, еще такой момент, что почему это на платных будет работать в первую очередь? Да потому что это постоянно нужно обновлять. YouTube очень часто меняет свои алгоритмы и правила игры именно для того, чтобы вот такие вот решения переставали работать. Соответственно, если это бесплатное решение, то создатель это бесплатное решение должен нести сам свои расходы на то, чтобы поддерживать все базы, все в актуальном состоянии, вы должны это обновлять. А если это платное решение, то, в принципе, деньги у тех, кто собрал это платное решение, какие-то и так есть, и они это делают дополнительно, что весьма приятно. Поэтому можно порекомендовать поискать. Если у вас есть VPN-подписка, весьма вероятно, что у вас уже есть даже такие фильтрующие DNS. Может быть, их нужно включить в настройках и, соответственно, настроить на телевизоре. То есть это делается так, вы заходите в настройки сети на телевизоре, добавляете DNS-сервера, указываете два DNS-сервера в виде IP-адресов чаще всего или, может быть, в виде хост-нед-хост-нейм ваших вот этих вот специальных DNS-фильтрующих рекламу. И все после этого. Я, насколько знаю, так легко достаточно заблокировать саму самсунговскую рекламу, рекламу LG и прочих производителей телевизоров. То есть когда они в свои же телевизоры добавляют рекламу, даже в премиальные иногда, ее можно вот так очень легко заблочить. Но с YouTube здесь как бы есть некоторые нюансы. Если мы сейчас перейдем на мобильные телефоны с ноутбуков и настольников, то здесь как бы по-прежнему остаются расширения для браузеров. По-прежнему, насколько я помню, для мобильного Firefox можно поставить это расширение. Однако есть для телефона более удобная история. Вы же не будете, скорее всего, с телефона заходить на мобильную версию YouTube, даже сделав ее настольной, да, логиниться. То есть, ну, это можно сделать, но это не очень удобно. И не знаю, сколько это будет хорошо вообще работать, честно говоря. Конечно, на телефоне хочется пользоваться YouTube полноценным клиентом. И YouTube клиент без рекламы, он есть для вас. У меня хорошая новость для вас. Поставьте на телефон приложение под названием YouTube Vansed. Оно работает как на рутованных телефонах, так и на нерутованных телефонах, что очень приятно. И, собственно, это приложение, оно собрано на основе приложения YouTube. Вы можете там зайти в свою учетку, что немаловажно, и увидеть все свои подписки. Есть также некоторые другие клиенты, NewPipe, например, там, SkyTube, еще какие-то. Но там проблема в том, что там нельзя зайти в учетку, нельзя увидеть свои подписки. Или это сделать можно при помощи ручного импорта-экспорта файла из YouTube, что не очень удобно. Поэтому вот можете ставить YouTube Vansed приложение. Значит, единственное, что там, процедура установки примерно такая. Вам нужно поставить вначале YouTube Vansed Manager. То есть это прога, которая заботится об обновлениях YouTube Vansed и не имеет значения для рутованного или нерутованного телефона. Затем вы этот YouTube Vansed Manager запускаете, и в нем вам нужно сделать три вещи. Первая вещь, вам нужно поставить, нажать Install напротив, Micro G Services. Это как бы контейнер с гугловскими сервисами. То есть YouTube Vansed, да, будет работать даже на телефоне, где нет поддержки Google сервисов, что очень здорово. Значит, вам нужно поставить и запустить, точнее, по-моему, просто поставить, вам всплывет авторизация, нужно будет авторизоваться. Через вот этот YouTube Vansed Manager поставить Micro G сервисы. Затем, после того, как вы их поставили, вам нужно поставить само приложение YouTube Vansed. И если вы хотите, пользуйтесь, я лично пользуюсь, очень классно, приложение YouTube Music Vansed тоже. То есть как бы в менеджере три приложения. То есть сам менеджер обновляете, а внутри него обновляете три вот эти приложения. Отмечу, что вам, скорее всего, предложит менеджер неспроста, вначале установить устаревшую версию. Это потому, что там бывает такая проблема с авторизацией, что в новых версиях она ломается. Поэтому разработчики специально оставляют, когда вы первый раз установите YouTube Vansed и YouTube Music Vansed, вам нужно будет открыть эти приложения, залогиниться в аккаунт, и после этого снова открыть менеджер и обновить. Ну, это не обязательно делать, но желательно обновить версию снова YouTube и YouTube Music до самой последней. Я как-то один раз этого не сделал и сразу, думаю, что-то старая версия поставила странно. Взял и сразу обновил версию YouTube и YouTube Music, и я не смог зайти в свой аккаунт. Вот, поэтому имейте в виду, что если вы увидите, что, хм, странно, после установки у вас доступна не самая последняя версия, точнее, вам установилась не самая последняя версия, то не удивляйтесь, это так и задумано. Запустите приложение, залогиньтесь, а дальше решайте, хотите ли вы обновляться на самую последнюю версию или не хотите. Вот, собственно, вот такие две основных вещи. Естественно, это не всеобъемлющий обзор, есть еще разные другие механизмы, как можно избавляться от рекламы, но лично для меня, для моих юскейсов, вот эти два способа, да, это установка YouTube Vance для YouTube на телефоне и добавление плагинов повсеместно во все браузеры Ublock Origins, оно решает большинство вопросов. Есть еще, как бы, популярное решение PyHole, это как раз-таки прокси-сервер, который на основе Raspberry Pi запускается, в вашей сети очень легко, быстро разворачивается, и выпускаете трафик через него, насколько это возможно, и он там всю рекламу, где находит, вырезает. Но я вам уже рассказывал, какие плюсы и минусы такого централизованного подхода к управлению рекламой, вы, как бы, решайте сами, но я вам точно скажу, что вот эти два шага, установка Ublock Origin на все браузеры, и, кстати говоря, в некоторых браузерах он даже предустановлен, я вам так скажу, я где-то видел его предустановленным, и установка YouTube Vance на телефон, это вот такие вот хорошие шаги избавления от назойливой рекламы, и они работают, если вдруг у вас снова вдруг случайно появилась реклама, просто обновите приложение или плагин, и обычно это все решает, как бы все исправляется. Вот, ну, надеюсь, вам был полезен такой быстренький обзор, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, если вдруг у вас они есть, если у вас есть ваши любимые собственные способы обхода рекламы, также напишите в комментариях, или если есть вопросы по этим способам, я подробнее постараюсь о них рассказать. Ну и надеюсь, что вам было полезно и интересно, подписывайтесь на канал, и увидимся в следующем познавательном видео на какую-нибудь тему. Пока-пока!